Сессия подошла к концу, студенты освободились от зубрежки билетов на экзамены и готовы вернуться в привычную жизнь. Не исключением стали баскетболисты Казанского университета. 28 января на паркете Академии спорта сборные КФУ встретились с фаворитом чемпионата Поволжской государственной Академии физической культуры, спорта и туризма. Как прошла первая игра после зимнего перерыва для Казанского университета, расскажет Диана Урядова. Баскетбольные сборные Казанского университета уверенно заняли лидирующие позиции перед новогодними каникулами. Теперь же сборным КФУ предстояло встретиться с самым угрозным соперником Поволжской государственной Академии физической культуры, спорта и туризма. Первыми на паркет Академии вышли женские сборные. С самого начала матча Академия спорта ход игры берет под свой контроль. В течение всей четверти у баскетболисток Федерального университета не получалось наладить стабильность попадания, а их соперницы реализовывали практически все свои броски. В атаке Академия разыгрывала тактику «Вход-пас-бросок», а они с легкостью набирали очки с быстрых мощных проходов. Первая четверть заканчивается со счетом 21-10. Во второй четверти обе команды начинают придавать игре особый темп. Игра стремительно переносится с одной части поля на другую. Перестав делать грубые ошибки, баскетболистки КФУ смогли переходить в атаку и забрасывать мячи в корзину. На большой перерыв команда уходит со счетом 39-30. Во второй половине Академия спорта сразу начинает зоны защиты. Первые две попытки вывести мяч у КФУ заканчиваются потерями. Девушки активно пытаются компенсировать свои неудачи. В их нападении начинают водиться быстрые передачи и броски издалека. За реализацию бросков в трехочковой линии берется Дарья Ашгебесова. Она уверенно забрасывает сложные броски с дальних дистанций. Но передачи у КФУ не всегда бывают качественными. Пас через руки и легкий перехват. За эти простые ошибки Академия наказывает своими забитыми мячами. Счет 55-47. В заключительном игровом отрезке баскетболистские Академии начинают персонально опекать игроков Федерального университета. Сборной КФУ ничего не остается делать, кроме бросков не из самых выгодных позиций. Софья Латыпова берет игру в свои руки. Сначала забивает два очка с прохода, а после зарабатывает возможности пробития штрафных. Но это было недостаточно, чтобы ввести игру в овертайм. Концовка встречи проходит полностью под диктовкой Академии. 79-61. Первое поражение сборной КФУ в регулярном чемпионате. По традиции чемпионата после женских команд на паркет выходят мужские сборные. Стартовая в браслане, выигрывают Академии и сразу бегут к кольцу соперника. Кирилл Попонин отправляет мяч в корзину федералов. Встреча сразу набирает обороты. Многочисленные фолы и броски с дальних дистанций. Ближе к середине первой четверти Академия ведет с разницей в 8 очков. Однако федералам удается изредка доносить мяч до кольца соперника и сокращать отставание. В 19-13 всего 6 очков привезли игроки Академии к федеральному университету в первой четверти. Во второй четверти игроки Академии плотно встали в защиту. Это вызывало трудности у КФУ нападений. Игра от обороны принесла свою выгоду игрокам Академии. Подпуская близко к кольцу своих соперников, защита уверенно пользовалась преимуществом в росте, отбирала мяч и стремительно убегала в контратаку. 45-31 на табло под конец первой половины игры. После перерыва игроки из Академии продолжают вести активную игру защите. Федеральный университет решает прийти в игру все в нападении, но ни к чему хорошему это не приводит. Постоянные фолы в атаке от федерального университета дают баскетболистам Академии штрафные броски, которые те без проблем реализовывают. 76-47 преимущество Академии растет до 29 очков. В заключительной 10-минутке игроки Академии продолжают вести свою игру на площадке. Сборная КФУ, к сожалению, для болельщиков не смогла что-либо противопоставить соперникам и продолжала пропускать. С разгромным счетом 170-71 Академия спорта выигрывает встречу и выходит на первую срочку в таблице. Неудачный игровой день получился для сборных федерального университета, но уже 4 февраля они попытаются исправить положение. Следующих соперник – Казанский государственный аграрный университет, и эта встреча наш телеканал покажет в прямом эфире. Диана Урядова, Наталья Жирнова, Универ Ньюс.